всем привет сегодня речь пойдет вновь о снаряжении от компании форслайн частности вот про такой нагрудник nr 1 те кто давно подписан на мои социальные сети те кто давно следит за моим youtube каналом знает что я снимал очень много видео про различные нагрудники ну пускай реплики но тем не менее нагрудники зарубежного производства типа там такого такого где-то я даже собственноручно перешивал да там то или иное снаряжение в частности нагрудники чтобы сделать его более удобным но вот такого вот нагрудника я не видел никогда даже среди зарубежного производства то что сделали ребята из компании форслайн меня просто поразило и можно сказать что я готов продать душу данной компании сегодня о нем подробно вам и расскажу поехали ну и давайте сразу перейдем к делу без долгих прелюдий как видим лицевая панель нагрудника прошита стропами моли целиком пусть вас не смущает то что они пришли ты не так как мы все с вами привыкли типа одна линия потом пропуск следующая линия строп пропуск следующая линия строп здесь как мы видим зашито все сплошняком данная особенность позволяет нам конфигурировать свое снаряжение под наши нужды то есть вот эти стропы моли мы можем размещать как самого верха так и чуть ниже еще ниже ну как угодно что он на мой взгляд очень большой плюс и позволяет настроить заряжение под себя есть у нас поясной ремень с одной стороны у нас фастекс пришиты к нагруднику и закрыты вот таким вот чехлом чтобы туда не попадали всякие ветки там грязь какая-нибудь снег с другой стороны также пояс пришит закрывается все это тело на фастекс есть двухщелевая пряжка для регулировки длины и запас ремня если вы там крупный мужчина или носите переносите нагрудник на бронежилете есть вот такой вот вот такая утяжка куда мы можем спрятать этот запас этот узел имеются две лямки которые в данном варианте также пришиты ответная часть ремней плечевых лямок также пришиты также имеются двухщелевые пряжки запас ремня и также вот такая вот утяжка утяжка для того чтобы эти ремни мои ремни узлы скрыть к лямкам плечевым мы еще вернемся но хотелось бы поговорить о тыльной стороне нагрудника из-за который собственно я в него и влюбился не устанавливая то или иное навесное снаряжение те или иные подсумки мы уже имеем набор так скажем интегрированных подсумках которых мы можем размещать то или иное снаряжение просто посмотрите вот на эту фотографию размещенную на сайте компании force line где они размещают там то или иное снаряжение ну на мой взгляд это просто просто пушка давайте попробуем повторим давайте я вам для для образца покажу то что сюда влезают магазины вот таким вот образом здесь у нас еще два кармана где мы сможем разместить еще два магазина тем самым у нас будет боезапас из четырех магазинов не имея каких-либо навесных подсумков давайте попробуем повторить фотографию вот компании force line размещаем центральную часть бинокль кстати про центральную часть она достаточно большая и можно размещать там те или иные блокноты аж такого размера размещаем бинокль все это дело закрывается вот на такой вот клапан сверху чтобы не попадала влага ну или опять же какие-нибудь там палочки веточки размещаем радиостанцию например 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 дальномер закрываем все это дело сюда разместим можно было бы разместить жгут и пп как это сделано у ребят но давайте разместим что-то более современное например и пп шку зарубежного образца и турникет для того чтобы внутреннее содержимое вот это вот у нас не вываливалась когда мы там ползем или что-то еще да что то делаем в комплекте имеются вот такие вот утяжки это банджи корт и сверху такой вот хлястик все это дело завязывается через в данную петлю и через строку молли как у меня сделано вот здесь видимо здесь отрегулирована под один магазин ну повторять и этого не буду думаю понятно также внизу имеется карман мы можем залезть вот в правую и в левую часть нагрудника внутреннего здесь мы можем переносить различные не знаю там маскировочные сети пончо может быть даже какую-то одежду там носки и трусы ну то что нам не требуется в быстром доступе одновременно с этим здесь также есть стропы молли внутри где мы можем размещать например сниму себя сумку бомбас до через специальные ремешки то есть размещаем что-то на молли или мы можем размещать что-то на велкро например какие-то вот такие сумки при помощи велкро их туда цепляем тем самым увеличиваем переносимый объем снаряжение на мой взгляд это очень круто как видим не навешив никакого навесного оборудования каких-то навесных для подсумков мы уже с собой переносим то или иное снаряжение нам необходимое и это очень очень и очень круто на мой взгляд ну и давайте попробуем достать что-нибудь из интегрированных карманов центральный карман блокнот мой блокнот гинокль да мы достаем все четко и можем самостоятельно убрать обратно проблем никаких следующий карман боковой радиостанция есть достали не знаю что нибудь сказали настроили убираем есть дальномер есть пробуем убрать есть когда убираем что-либо в дальний карман сам тут самый дальний да достал главное попасть в клапан и не промахнуться вот так поэтому можно помогать себе другой рукой есть убрали какой-нибудь давайте попробуем убрать магазин ну как видим все у нас вылезает самое что интересное внутренние карманы и снаряжение переносимое в них нисколько не стесняют движение в ребра ничего мне не упирается хотя по своей комплекции я такой чувак ну дохловатый так скажем да но тем не менее мне ничего не мешает перейдем к лямкам которым я плечевым до которым я обещал вернуться как видим лямки представляет у себя такую вот конструкцию она достаточно мягкая что очень хорошо и как мы видим здесь также есть те или иные стропы нашиты стропы эти у нас сквозные и мы здесь можем размещать там то или иное вот видите да то или иное снаряжение будь то я не знаю например какие-то тангенты кнопки птт на и так далее закрепляем кнопку мой кнопку тангенту вот она у нас с вами здесь будет располагаться это это очень круто но это еще не все посмотрите вот на эту лямку видите как она у меня интересно сделано она дополнена стропой с резинками давайте попробуем с вами повторить этот фокус и на этом моменте я заострял внимание своем прошлом ролике про подсумки от компании форс лайн посмотреть вы можете где-нибудь вот здесь в комплекте есть вот такая вот штуковина на мой взгляд она до гениальности просто как нам с вами известно да все гениальное просто и принцип следующий вот эта штука у меня размещена на лямке и здесь вот такие вот две резинки вот такие вот их еще две также в комплекте есть вот такие вот штуковины с липучкой как мы с вами и что мы с вами делаем давайте попробуем сделать это на правой лямке так что мы должны сделать мы должны пропустить стропу вот в это вот отверстие вот этот вот даже не знаю как назвать называть элемент стропы мы закрепляем за стропу сюда мы размещаем давайте сделаем как здесь например резинку и едем в следующую стропу как видим резиночка у нас с вами установлена да как здесь у нас с вами здесь есть еще место давайте разместим еще одну резинку давайте покажу другой какой образец например вот эта штуковина продеваем вот так закрываем раз и нам остается продеть только вот сюда ну собственно и все вот такой вот да не знаю да нельзя простой элемент элемент конструкции теперь у нас с вами есть вот такой вот здесь элемент крепления куда мы можем размещать то или иное снаряжение да будь то не знаю например кнопки птт попробуем разместим вот здесь сюда раз сюда два сейчас получилось у меня не очень красиво но тем не менее все вот кнопку птт мы с вами разместили дальше у нас идет это все в радиостанцию в ту или иную для отсюда у нас идет разъем к наушникам прикольно 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 и очень просто вот это меня радует в конструктивных решениях от ребят из компании форс лайн ну и также не знаю какой-нибудь любителей носить ножи ну пожалуйста размещаем хоп под резиночку все у нас с вами отлично установится на мой взгляд вот это решение ну просто пушка его же мы можем применять не только на лямках но и на обычных стропах молли как на форс лане ну так и на любом другом снаряжении еще один момент ну компания форс лайн конечно не относится но заказал вот такие штуки на алиэкспресс их также можно использовать здесь да ну там на груднике ну и на любых стропах молли тоже мне кажется очень интересное решение вот эти стропы мы можем использовать следующим образом штука очень дешевая штука очень простая на мой взгляд очень функционально вот так продеваем и у нас с вами есть две петельки с резинкой куда можем разместить то или иное тоже снаряжение ну те же самые там кнопки птт ну все в принципе все что угодно вот такое сегодня получилось видео надеюсь оно вам понравилось все ссылки на форс лайн на себя оставлю в описании под видео если у вас остались вопросы те или иные задавайте готов ответить а на этом буду заканчивать всем спасибо за просмотр всем пока и